друзья здравствуйте сегодня мы запускаем осетра сибирского или осетр ленский пруд 800 метров квадратных глиняный глубина 4 метра мы его реконструировали можете посмотреть на нашем канале видео по реконструкции пруда и устройства систем фильтрации пруд у нас еще недостаточно очистился вообще он должен быть прозрачный достаточно чистый если не будет очень много рыбы и чтобы не было очень много рыбы мы запускаем осетровых просто не размножаются мы запустили сюда и хищников чтобы не было много копов у нас здесь нет карта сейчас я пришла осетра сибирского разрезаем пакет сверху вниз чтобы рыба попала сразу в наш контейнер пакет у нас был наполнен чистым кислородом стоит у самого края до сразу три часа примерно рыба ехала но благодаря тому что в пакете чистый кислород она нормально перенесла эту перевозку я думаю что можно было бы еще часа три с ней ехать ничего бы не было мы вылили рыбу с той водой с которой она сюда приехала и сейчас будем проливать наливаем воду из нашего пруда 50 на 50 дай мне привыкнуть потом доливаем воду делаем подмену несколько там 10 20 30 люди осетр у нас пришел достаточно услуг с условно мягкой воды река проточная на холодной воде он у нас выращивался и содержался по крайней мере некоторое время и у нас здесь тоже достаточно мягкая вода условно мягкой скажем так но по крайней мере не со скважины поэтому в принципе он достаточно быстро привыкнуть если вода со скважины чуть подольше нужно подержать на скважину если в центральной россии на скважине жесткая вода а в прудах более мягкая собственно говоря сейчас я налил полное ведро дадим постоять пусть рыбка привыкнет смотрим вот друзья сибирский осетр более темные если сравнить его с русским осетром очень у него более острый носик он начать перчатки возьму покажу его на обратной стороне у него не такой широкий рот как у белуги он такой конечно невзрачный его не очень хорошо видно на дне не как русского сетра хоть видно он такой поярче но зато он быстро растет он неприхотлив к холодным температурам зимой даже питается в центральной россии остальные его приятели сидят на дне один только выбрался ну чтож доливая друзья у нас сибирский осетр он несколькими постоял на воде мы его пролили он готов к зарыблению в наш пруд спускаю немного воды так как осетр не боится того что его берут в руки я сетра люблю запускать руками у меня мокрые перчатки с резиновым обливом и вот он мой красавчик осетр ну давай иди сюда красавчик вот он какой красивый остренький нос все красота самое любимое занятие это запускать рыбу в пруд ради этого можно месяца полтора потерпеть строительную площадку ну что ж друзья запустили осетра сибирского характерен тем что у нас он быстро растет что здесь более теплая вода чем на его родине на реке лена зимой он даже кушает и зимой он может даже прибавить в весе что что редко происходит с рыбами потому как зимой они как правило все худеют особенно осетровые и только осетр сибирский может быть калуга зимой питаются и поправляются может ленка гибрид ленского осетра и калуги достаточно устойчив к заболеваниям икру даст на восьмой год наверное только ему может уже два года через шесть лет даст икру возможно не веститься конечно же он не будет можно его подоить можно просто его на стол приготовить икру соответственно засолить что ж друзья подписываемся ставим лайки и дизлайки задавайте вопросы или если что-то не понравилось или понравилось пишите в комментариях до новых встреч